Христос воскресе из мертвых Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ Исущим в крови живой дорогой Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа Благослови нас на все занятия Даруй нам мудрости понять Слово Твое, принять сердце и вспомнить Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения Отец Сына Святой Благослови В прошлый раз были какие-то занятия, небольшие, так скажем У меня предложение к вам вращать, что начать с того места, где, когда мы две недели назад Сколько времени назад остановились Потому что в прошлый раз там бестолкование было Потом кто-то принес толкование Где мы остановились, ну как думаете, так сделать Через 15-й главы Да правильно, потому что никого не было Почти никого не было, так скажем Помните притчу, пошел дождь, развелись реки Ну там падение дома было Пошел дождь, и они пришли не на занятия Отсюда мы исходим На чем вы остановились? В 13-й главе, да? Там другая притча начинается Да, вот у меня закладка здесь, другая притча В общем, 102-я страница первого тома Это в этих изданиях Одно, там оно будет по-другому, посмотрите В общем, от Матфея 13-я глава, 24-го стиха А, ну кстати, вот первые 23 стиха мы прошли с вами какую притчу Желательно, что перед глазами у вас, да, был текст Осеятели, да? Да И осеятели есть даже не то что стихотворение, а песнопение Ну я, конечно, петь сейчас не буду Стихотворение зря, да? Хорошо постараюсь Если бросить зерно, если бросить зерно Если бросить зерно, что тогда будет с ним? Если вдруг упадет при дороге оно То достанется птицам одним Нам Господь говорит, будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить и добрый плод принести? Если бросить зерно в каменистых горах Там, где солнце печет и безводный песок Пожалеешь потом о бесплодных трудах Не найдешь ни один колосок Например, так Нам Господь говорит, будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить и добрый плод принести? Если бросить зерно под высокий забор Где колючки торчат и растет плебеда То пожнешь ты тогда сорняки или сон А плодов не найдешь никогда Если добрую почву посеешь зерно Твое дело пойдет очень скоро на лад Заложим урожай Заложим урожаем Золотым урожаем вернется оно В десять крат, двадцать крат, во сто крат И припев Нам Господь говорит, будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить и добрый плод принести? Не слышал он? Еще ста песни, но слова Как раз по притче Как и называется притча о Сейтеле Ну, другую притчу начнем разбирать А Сейтеле вроде все понятно Уже и пропето И сказано многое, да? Теперь как исполнить только С двадцать четвертого по тридцатой стихи Другую притчу предложил он им, говоря Царство небесное Подобно человеку Посеявшему доброе семя На поле своем Когда же люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей плевелы И ушел Когда взошла зелень И показался плод Тогда явились и плевелы Придя же рабы до молодыки Сказали ему Господин, не добра ли семя сел ты На поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им Враг человека сделал это А рабы сказали ему Хочешь ли мы пойдем Выберем их? Но он сказал нет Чтобы выбирая плевелы Вы не выдержали вместе с ними пшеницы А ставьте расти вместе То и другое до жатвы И во время жатвы Я скажу жнецам Соберите прежде плевелы И свяжите их с напы Чтобы сжечь их А пшеницу уберите Житницу мою В нашей местности Тоже эта притча Можно практически так сказать Знакома Когда на грябках что-то Полишь А если растения культурные маленькие С сорняками может Вытащиться Да? Толкование В первой притче сказал Что только четвертая часть семени Пала на добрую землю А в настоящей показывает Что враг По причине нашего сна И нерадения Не оставил Нерастленных Из всего самого семени Которая пала на добрую землю В поле есть мир Или душа каждого Сеятель Христос Доброе семя Заповеди Его Земля добрая Добрые люди Или добрые помышления Плевелы суть Ереси И худые помышления А посеившие их Есть дьявол Спящие люди Суть те Которые По нерадению Ленности Дают место Еретикам И дьяволам И худым мыслям Не сопротивляясь Им мужественно Рабы Означают Ангелов Которые негодуют Видят в душе Человека Ереси И нечестия И желают Осторгнуть Всей жизни И сожечь Как еретиков Так и вообще Выслящих Лукаво Но Бог Не позволяет Погублять Еретиков Вооруженную Рукою Дабы Вместе с ними Не пострадали И не были Погублены И праведные Вот Блаженный Фехилар Говорит О том Что Бог Не позволяет Погублять Еретиков Вооруженную Рукою Он Опирается Конечно же Большей части На Златоуста Святитель Златоуста Об этом Говорит В истории Мы видим Обратно Ну Все услышали Инквизиции Это у католиков Да А у православных Разве не было Гонений И физического Уничтожения Еретиков Было Это тоже История Известна То есть Мы вот изучали Историю Семинарии В 14 Веке В 15 Веке Ересь Жидовствующих Была Ересь И начальники Конечно Это Как правило Были Священники Или Даже Епископы В данном Случай Священник Вот И началось Это С Новгорода Там Мосту Перенеслось Даже При княжественном Дворе Воскропском Тогда Иван Третий Был Вот Тоже Это Ересью Были Заражены И Иосиф Володский С князем Иоанном Третий Разговаривал Не раз Беседовал И Потапливал На то Чтобы Еретиков Физически Уничтожать То есть Казнить Он Был Против То есть В течение Примерно Года Князь Ну так Рассуждал Что Ну это Как Не по Писанию Нельзя Этого Делать Но Потом В конце Концов Пошли Казни То есть Его Переубедили Но Это Конечно Такой Эпизод Единичный А были Другие Случаи Что С Середниками Как Нас Писание Учит Беседовать Вразумлять Его А После Первого Второго Вразумления Отвращаться Если Он Не Изменяется Зная Что Такое Развратился И Грешит Будучи Что Сам Осужден Ну И В Канонах Это Говорится С Середиком Беседовать Кротко А не Так Что Раз Дести На Моей Стороне Да Я Еще К Властям Прибегну Позову Милицию Полицию И мы С тобой Сейчас Разберемся Далее Толкование Равным Образом Бог Не Хочет Погубить Человека Из-за Злые Повышления Его Да Так Ж Пшеница Например Если бы Матфей Исторл Был Исей Жизни Когда Был В числе Плеел То Вместе С ним Погибла Бы Имевшая Впоследствии Прозябнута Него Пшеница Слово Его Точно Так 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 Павел И Разбойник Когда Были Плеелами Не Были Истреблены Но Оставлены Жить Дабы Впоследствии Произросла И Добродетель Ну А теперь Каждый Может Добавить И я Когда Я Не знал Бога Ну Некоторые Выросли Конечно Верующих Семьях Но Все Рано Когда Были Малыми Еще Скажем Интересно Духовно Что там Всякое Бывало И вот Господь Миловал Ждал Когда Будет Этот момент Обращения Настолько Благомилостивый Господь Сколько Таких Случаев Было Что Думаешь Господи Да как Ты терпишь Еще И мы Видим Сейчас Что На земле Троится Да Какие Беззакония В этих Локальных Войнах Там Донбасс И Сирия И прочее Но В то же Видим Если Внимательно Смотрим И Вот Христиан Допустим Бивает Сирии Это факт Известный Да И даже Ролики Снимает С криками Аллах Акбар Там Палачи Стоят Лицо Как правило Закрыто Но Видим Что В Сирии Появляется Такая Сила Что Начинает Этих Террористов И так Называют Бобить Это что Само по себе Может быть Это тоже Если рассматривать Внимательно Это от Бога Может быть То есть Как некий Бич На этих Террористов Да И Божий суд Святитель Азатаус Говорит Он совершается Каждый день То есть Мы видим Как Какие-то Случаются Катастрофы Падают Самолеты Происходят Войны И в частности Над каждым Человеком Это так же Совершается То есть Когда мы Приходим В храм На исповедь И В совести Все это Перебираем Да Это уже Господь Судит Наши Помышления Умерение Сердечно Что мы Сверяем Священное Писание То есть Себя Очищаем На исповедь Это тоже Происходит Очищение Это тоже Здесь Уже Как Божий Суд Ну конечно же Главный суд Будет Впереди Так он Называется Страшный суд Так вот Видите Вот эти Плеевы Как говорится О Павле О других Которые еще Когда не были Христианами Возрастали Но потом Что из этого Получилось Когда обратились Эти Светочки Матфея Павла И так далее Посему Господь Скажет ангелам В кончину века Соберите Плеевы То есть Еретиков И рукавых Людей Как же Снопы То есть Связав им Руки И ноги Так как В то время Никто не может Делать Ни доброго Ни худого Но всякая Деятельная сила Будет связана Пшеница То есть Святые Будут собраны Жнецами Ангелами В небесной Жительстве Подобно Сему И худые Помышления Которые имел Павел Когда был Гонителем Пожжены были Огнем Христа Который Пришел Он Не свести На землю Так и Грехи всех Пожигается Покаяния А пшеница То есть Благие Помышления Благих людей Собраны В хранилище Церкви Покаяние Или еще Как называют Второе Крещение Сейчас Есть такая Школа Покаяния Сколько я Смотрел Видеофрагментов И читал Кое-что Сестра Проносила Ничего Антиправославные Этого не видят А восстают Сильно В частности На лидеры Этого Движения Насколько Знаем Лидеры Маску Сильно Восстают Как бы Что-то такое Опять же Новое Часто Просто Параллель Хочу провести Руслышат Об общинах Общины Ну это Сектанты То есть Понимаете Старое Забытое Для людей Как нечто Новое Как гром С ясного Неба Все Это Только Сектанты Ну а деяния Святых Апостолов Читают Общинная Жизнь А возьмите Дореволюционная Тоже Общинная Была Там Крестьянские Общины Православные То есть Это Забытое И Поэтому Люди Об этом Не знают Им об этом Не говорят И видят Слышат Вдруг И принимают Это Ну так Можно сказать Штыки Даже Так и Вот здесь Тоже Ну шкуру Покаяния Я слышал Что он говорит Как даже Укоположенный Насколько Достоянный Да Он же Исповедуется Все Да Он священник Нет Нет А то Мне говорили Что он Мещен Мерин Кто говорил И святых Что если Делает От Бога То Обязательно Будут Что Препятствия Не так Все В лавке Как по маслу Вот и все Подошло Как по маслу И мы Даже стали Сомневаться Правильно Мы идем Правильно Мы идем А тут Бахли Начались Так и Заним Помните Тоже Потеряю 25 лет Недавно По милости Божьей Поначалу Говорили Бульдозерами Все Тут Сметем Что-то Тут Братья Лавкины Затеяли То есть Такие Были Угрозы Дело Такое Что Ну Везде Села Разрушаются Нигде А тут На основании Таких Традиций Что Вы Задумали Авантюристы Всяк Называли Так что Вот Это Дело Божье Оно Всегда Препятствия Будут Можно Я Иногда У Батюшки Нашего Спросила Почему В Томске Он говорит До революции Там было Более Сорока Храмов Я Так Удивилась Зачем Зачем Сколько Храмов На Один Город А он Говорит Дело В том Что В каждом Краме Была Как бы Своя Община И Вот Этот Священник Он Кормлял Определенное Моличество Людей Которых Знал Как Наш Батюшка Нас А Сейчас Если взять Барнаул Там Сколько Храмов На Весь Город Конечно Никто Не знает Что Такое Община И Что Такое Суть Вот Этой Общины То Есть Очень Мало Кирилла Сахар Возьмите В Москве У нас Здесь Было У него Община И А Форма Одежды А Благослужения По Старому Обряду Вечерняя Шесть Часов Все Как Положено У них Пение Моление Да Я К шести Подошел Думаю Ну Сейчас Уже Скоро Кончится Что Подобно Еще Три Часа Ну Это Так Мы Смех Вот Потом Возьмите Геннадия Фаст У него Тоже Кто Ездил Туда Брат Владимир Был Там Геннадия Фаст Там Тоже Община Но Мы Не Увидели Мы Только С Ним Встретились Мы С Ним Да Ну Так Получилось Что Нагрянули Неожиданно Это Как Когда В Сыгнути Они Ездили Да На Восток А потом Как его Толстенко Василий Толстенко Отец Василий У него Собрались Прихожане Тоже То есть Но Это Те Которые Вы знаете Обратились Через Инат Тихоновича И вот Получили Такие Знания Можно Даже Сказать Так Духа Святого Чтобы Организовывать Людей Не Просто Чтобы Приход Вот Сестра Ольга Она Поклон Кстати Передавала День Назад Ездила Ну Этот Сад Поклон Там Но Община Еще Назвать Можно С натяжкой Потому Что Бывает Сестры Собираются По храму Приготовят Трапезу Все Это А я Больные Как Вы Посещаете Они Ну Как Ну Почему Сестры Есть Еще Такие Ждал Ну Вот Этого Нет То есть Общинная Жизнь Не на Полную Так Скажем Поэтому Надо Вращаться К тому Пути Который Старый Есть Пусть Древний Идите По нему Да Пророк Иеремия Говорит А ну Они Сказали Не пойдем То есть Народ Жестокосердый Это Иеремия Говорит Тогда К Израилю Вот Путь Древний Идите По нему Шестая Глава Шестнадцатый Стих Если Не Ошибались Игнат Ихович В свое Время Этот Стих Его Коснулся Когда Он Искал Где Правильное Направление Христианство И он Прочитал Путь Древний Стал Изучать Православие И Понял Что Это Та Церковь Которая Придет От Апостола Так Ну По этой Притче Что Еще Вновление Какие Вопросы Свидетель Иоанн Златоуст Опираясь На эту Притчу Говорит Что Господь Запрещает Убивать Войны Запрещает У нас Бывают Дебаты Такие По этому поводу С православными Был у нас Здесь Раньше Был и Ромонах Почему Раньше Был Сейчас Он уже Ромонах И он Напрямую Говорит Надо Воевать Хотя Он Православный Беседовали С ним Так и Не убедили Кто Будет Защищать Если Мы Возьмем Древних Святых Отцов Писаний Древних Святых Отцов Тертулиан И других Они говорили Что христиане Это мирное Племя Мирное Вот Ну это Подборкой Очень богатый Материал Угнать Тихоныча О войне Как-то А я говорю Вам Любите А я говорю Вам Любите Врагов И там Все это Приведено Мирное Племя А почему В истории Такие случаи Были Ну это Отклонение Это напрямую Надо говорить И не бояться Этого Вот я помню В армии Тоже Привел Часть От присяги Я отказался Ну со мной Стали беседовать Офицеры А в чем дело И Заместитель Командира Части Он и приводит Пример Ну православные Воевали А я взял Евангелие Привел Место Где господь Говорит Не клянись Никак Вот То есть Оклятые И о том Чтобы оружие Говорим Не буду держать Оружие А на остальных Работах Согласен Пожалуйста Ну а как же Говорит Сергий Радожский Благословил Что этот пример Всегда Благословил 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 Да еще Или это так Уже Нам представляет Тоже вопрос А Есть такая Версия Что он сказал И ты Иди Победишь То есть Он как бы даже Пророчески Сказал Ты Иди Победишь А благословение Это уже Потом Как бы Прибавили Вот Поэтому Нам прежде всего Надо смотреть В источник Священное Писание Суперцы Об этом Что говорят И Ну конечно Ну там Вопрос Уже стоял Шла Война Все Если Посмотрите Смотреть Прочу прощения Ты Соучастником Ты помогаешь Тем Кто будет Убивать Ты пришел Ты в оружии Не держишь Но ты там С ними Вместе Ты им Кошеваешь Там Еще Вместе В армии Слава богу Войны Не было Борисейство Какое Борисейство Прямое Ты такой же Соучастник Походишь Были Стрельбища Я не пошел На стрельбище Да Причем Тут стрельбище Ты Стопил Руки За всю Службу Вообще Дело Не в этом Ты Согласись Виктор Что ты В этом В этой Организации Был Ты форму Носил Ты помогал Все делал Кроме Носил Да Кроме Не Я просто Сказал Что Все равно Вообще Стоит Я Участник С теми Кто Был Намерен Это С твоей Позиции С твоей Позиции Это С позиции Суда Любого Если Был бы Суд Например Ну Вот так Гипотетически Война Была Виктора Не убивал Оружие Не держал Он участвовал Во всех Остальных Моментах Или Ты Бежал Я могил Вообще Был расстрелять Раз Я отказался От присяги Еще в военное Время Это Случай Известный Так Жития Святых Такие Примеры Есть Что Воины Когда обращались Становились Христианами Господь Их касался Они оставляли Оружие Более того Своих Подчиненных Как Андрей Стратилат Стратилат Это начальник То есть по нашему Как полковник Уодин Увел Своих Подчиненных И они Сложили оружие И догнали Где-то там В узком месте Ущелье Они встали На колени И были Посечены Как трава Все Мы-то Все-таки Должны Помнить Что есть Вечность Что Со смертью Тела Все Не кончается Это За Христа Пострадавшие Мученики Возьми Серафима Саровского Это уже ближе 19-й Вторая половина На него Напали Разбойники Он был такой Здоровый Что Мох Раскидает С топором Он там Работал Опустил Топор А хотел Хотел Что-то там Сделать А потом Делайте Со мной Что хотите Они Вот так Разукрасились Чтобы Приснуть На всю жизнь Таких примеров Небаза Я же не говорю Что вы уйдите Убивайте Я про другое Сказал Или не то Он мне что-то сказал Ну дело в том Что если коснулось Вот непосредственно Воин То он Безоружный Ты пожалуйста Ты его убивай Он не сопротивляется Тебе Ничего Какое тут фарисейство Так что Нет А как это Выход Твой Ты гражданин А я вам не знаю Какой выход Вот тогда Отрекись от всего Государства Тебя государство Защищает Есть армия На это Поставлю Ну так Понимаешь Какой человек Мужчина Мужчина Должна отдать Я про это Игручная Я должен отдать Долго Я должен защищать Родных и близких Я не об убийстве Иду речь О защите Родных и близких Но он же участвовал В защите Я участвовал В защите Ты участвовал Или я сидел В команде Технические войска Но ты содействовал Тем, кто будет убивать По техническим Согласись Ты вместе с ними Как С одной В одной организации Когда написано Что накорми Говорит Врага Даже накорми врага А это солдаты Которым я свидетельствовал Да Я их кормил И она Куртин говорит Ребята В оружие Не вберите Вот сейчас Подобные были Дебаты Как с тобой Немало Просто Прапорщик Как это Не возможно Не укладывается Говорит И в сердце Надо Народиться Свыше Я так скажу Аминь Тогда все Станят На свои места Вот А почему Допустим Даже Ну вот Тереть Это нет Он Когда беседовал Ну там В военкомате Насколько я слышал Он что-то не так Скажу Там священник Даже был И священник Ну Убеждал Что-ли Что Надо Итили В армии Воевать И все такое То есть Они за это Это не рождем Наскрышит Более того Фотографии Есть Даже Видео Благословляют Оружие Ракетоносцы Большая Подводная Лодка В Санкт-Петербурге Епископ Окрапляет Танки Там Чечни И так далее Может Так Это будет А ты Сложил Да Я Не знаю Надо Разрешить Суть Не Просто Я Можно Неханечко Спросить Конечно Видишь Мне кажется Не то что Путаешь А Есть Как бы Одна Духовная Сторона А есть Мы то Люди И мы живем Здесь Когда Христос Был здесь На земле Он так же Наверное По всей видимости Держал эти деньги В руках Он так же Сказал Петру Надо Отдать Иди Поймай Рыбу Вытащим И отдай Он не сказал Все Мы святые Вы апостол Не вздумайте Отдавать Нет Он же сказал Иди отдай В чем вопрос Ты Гражданин Этой Родины Ты Этой Земли Ты Здесь Родился Государство Тебя Не знаю Какие Блага В итоге Ты Человек Мужского Рода Ты Пошел Отдался Каким Образом Помогал Где-то Варить Или Что-то Ты Делал Ты Верующий Иначе Ты Не можешь Брать В руки Оружие Ну и Все Не Бери Будешь Конюшни Чистить Или Еще Что-то Про Порисейство Что Вроде Оружие Нельзя Брать Оружие Небраться Есть Все равно Что Варом А Чем Вы Есть Рукав 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 Царская Россия Все шли И так же Целовали В Англии Причищали Причасти Отлучали Ты сейчас Про Прокурно Говоришь Мы говорим Что Мы В Сибири Сейчас Как Ермак В Сибири Завоевал Давайте Идем Из этой Земли Она Кровь Кролит Наших Врагов А где Тогда Жить Она Вся Земля Пропитана Кровью Можно Так Знать Где Тогда Жить Если По твоему За Судив На Улететь Абсурда Дарьем Сейчас Про Присяг Нет Про Оружие Наши Ну вроде Как Он Оружие Наши Наши Содействия Или Все Отвергны Всем Наших Святых Кто Заброжены С оружием В руках Трифона Кто Не поверит В истории Святых Как Трифона Убрать Оружие Святых Отверг Издал Все Глодораздел Четкий Вот это Нож Вот это Нельзя Будет суд И потом Бог-то Рассудит В этом Твои Доверения И конкретно Что ты делал Если тебе Кровь Или нет Одно Дело Ты там Бил Ты ходишь Подаешь Другое Ты ходишь Убиваешь Воскресенье Я не ходил Уброжать Там Всякое Было Что Мне уже Угрожали Вплоть До того Что Ворота Не отрежут Ищи Творюшку А другие Идут А я не Иду Воскресенье А в другие Дни Я говорю Буду Хоть До Познавра До себя То есть Вот этот Водораздел Надо поставить Что можно Что Убиваешь Ни одного И Ни одного Праздника Ни одного Воскресенья Лапкой Ему положили Вот так Лапку Сюда Душили Ему Городу Сбрели Ну Лапкой Тебе Надавить Что ты Делаешь Ничего Не Дерать Но Ни Одного Праздника Ни Одного Воскресенья Неком Но Когда Я Воскресенье Получил Весь Лагерь Новосибирске Это Кривощупка или как это в лагере у нас? На крышах весь лагерь, вся тюрьма вышла. Такого от родственников не было. Он сказал, у него книги забрали, служебные молитвы. Начальник забрал, он говорит, сделай мне эту чернильницу, когда он токарь был, ну, в шифрозрядах. Он сделал и поставил его. Он говорит, о, а крышки? А он говорит, книжки-то не все отдали. Он из сейфа вытащил, книжки отдал. Он говорит, книжки-то не все отдали. Он говорит, да ты что, такую красоту, книжки-то не все отдали. И когда он вытащил последнюю, он вытаскивает из кармана. Но ни одного воскресенья не нарушил. И когда он вставал на молитву, за ним человек 10-15, евреи, татары и кто только, и мусульмане, и все были. Александр Иванович, начинай молиться. Как себя поставить. И здесь точно. Господь сказал, помогу мужественному. Господь не сказал, помогу славному, немощному. Мужественному. Запомни, сколько раз в Библии это слово употребляется. Он же не отказался от службы в армии. Не отказался. Он просто проявил себя так, как он должен был, как-то, как христианин. Все. А там, ты, вот это, вот это уже твои довороты. У меня свекор всю войну прошел. В Германии победу встретил. В армии Рокоссовского служил. Но ни одного человека не убил. Ни одного. Он с рацией пробегал. И меня, говорит, Господь так сохранил. Даже царапины не было. А родной отец, уходя на войну, сказал, Господи, если тебе угодно, если я вернусь живой, буду детей всех дохаживать и стариков. Такой каяк. Тядьке говорил, что я обед дал Богу. Завел. Ну, вернулся, как должен, и без руки. Ну, заход в деревню, двух или трех бабушек, и наша бабка доходила. Так, ну, хорошо. Живой пример. Ему 25 лет. А, расстрел дали, да? Потом 25 заменили. Заменили 25 и 5 без голоса голосования. Ввиду из странного государства. Сталин только умер. И евреи. Ему говорят, Александр Иванович, а его правосуд. Вас, Господи, а там, говорит, за то, что мы умели бы. Но Сталин умер. Нам, говорит, не сообщали. Тво или три дня не сообщали. Так, ну, давайте дальше пойдем. 31-32 стихи. Иная притча. Иную притчу предложил он им, говоря. Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше сей злаков и становится деревом. Так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его толкования. Горчичное зерно означает проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Хотя их было немного. Так что на них почивают птицы небесные. То есть те, которые имеют легкие и парящие высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном по виду малым, ибо не должно хвалиться добродетелю, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером. В таком случае, как совершенный, ты соделаешься больше других растений, то есть слабых и несовершенных людей. Так что и птицы небесные, то есть ангелы, будут почивать на тебе, как человеке, ведущим ангельскую жизнь, ибо они радуются от правильных. Вот видите, сказано, что должно быть ревностным, проворным, обличительным, а не ласкателем и лицемером. Часто говорят, что вот как Игнат Тихонович там обличает, а почему так надо вот не так. Приходилось не раз, слышали. Обличителем необходимо быть, чтобы вскрыть вот это гной греха, можно так выразить. Златоуст тоже в одном из получений. Или мы будем на больное место просто замазывать, закладывать, или вспорим это место, чтобы гниль вся вышла. Потом уже надо приложить пластырь. То есть обличение оно необходимо. Мы видим даже на страницах Священного Писания, сколько было обличений. Человек исправился. Сам Господь обличил, обличал не раз фарисея. По рождении Хибина, говорит Иоанн Притечник. Такой тонн. Ну, если бы мы представили сейчас, мы приехали бы сюда не митрополит Сергий, а сам святитель Иоанн Златоу, вдруг на машине времени перенесся, пофантазируем на них. И вот он стоял и говорил слово. А это все записано. Я, говорит, не вижу здесь людей. Я вижу тут стадо жеребцов и кобыл. Ой-ой-ой, да мы все, наверное, вышли бы. Ой, какой грубиян. Не то слово. Ну, конечно, там аудитория была такая, что прихожане, что им надо было это сказать. Он их постоянно трепал. Ну, уж я говорю, вместо слова мличался. Синомиум мличал, да, трепал за то, что ходили на эти скачки. Телевизоров не было, а ипподром. Это вот зрелище. В храме мало народу. Снова их трепет. Я буду говорить до тех пор, пока вы что, не исправитесь. То есть проявлял ревность, заботу о том, чтобы они исправились. Ну, вот человек, который согрешил и как бы все это и осталось, не охота ему меняться. И вдруг гром обличения. Вот это неприятно. Все сживается у него. Но Господь делает так, чтобы это все к покаянию шло. Конечно, говорят, что надо и обличителем быть мудрым. Все правильно. Чтобы быть мудрым, изучать Слово Божие. Жить соответственно. А то ты сам обличаешь, а в чем-то может рыться пуху у тебя. Ну и что из этого выйдет? Поэтому тоже жизнь должна быть согласно заповеди Божьим. Тогда Господь тебя будет побуждать. Даже не то, что обличительству, а с любовью. Как это сделать? И видите, сказано, что ангелы будут почивать. Наоборот, на тех, которые живут неправедной жизнью, будут демоны почивать. Мы как будто добавим к этому месту. Так, ну по этой притче что? Два стиха. Ну есть еще короче притча. Это еще среднего размера, да? 33 стих. Иную притчу сказал им, Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все толкованием. Закваскаю, как и зерном горчичным, называет апостолом. Как закваска, при всей своей малости, делает все тесто таким, как она сама. Так и вы, говорит, преобразуете весь мир, хотя вас и немного будет. Мера была у индеев подобна, как и у нас. Например, фунт, пуд и другое. Некоторые под закваску, разумеет проповедь, под тремя мерами, три силы души, познавательную, чувствовательную и желательную. А под женой душу, которая, скрывши проповедь во всех своих силах, смешивается таким образом с нею, заквашивается и освещается от нее. И так нам всецело надо закваситься и притвориться в божественное. Вот самая короткая притча из всех примеров руки. Но еще есть такое объяснение, что в воле, разуме и чувство. То есть закладывается закваска Духа Святого в разум, воле и чувство. И человек меняется. А как узнать, что он меняется? Как это видно? По внешнему даже видимо человека. Можно различить верующий и неверующий. Вот у нас батюшка часто путешествует. Где он был-то? В Греции. И увидел там женщины в платочках. В Греции. Другая страна. Это сразу понял. Это у Марии мы спрашивают. Она его там везде водила. Так это, говорит, Бартист. А я, говорит, так и понял. Сразу видно. По делам отличить. Отношение к разным обстоятельствам в жизни. Будет время. Как раз я по этому поводу статью небольшую прочитаю. Из журнала Душа. То есть вот как неверующий поступит и как верующий. Так, комментарии. Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуст постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех. До последней женщины, до последнего раба. Он говорил, посмотрите, как 12 апостолов сумели заквасить, охватить проповеди всю вселенную. Признайте же, насколько худы мы, что если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий, и указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную, перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриархи, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. И оказалось, что это огромное силище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир. И этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоедов. Сегодняшняя ситуация полностью до мельчайших деталей повторяет то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году и в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и Церкви, на первое место ставит строительство храмов как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические еретики, пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашивается только строительством храмов, исповедью и причастием, и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки. Уши, сердце, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки и все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания и подражать апостолу, которые с проповеди Евангелия облетали всю вселенную, как накрыли, чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов объявила всю вселенную. Ну вот я взял, принес книгу «Две России 20 века, 1917-1993 год», автор Пушкарев, издательство «Посех». Привез ее москвич, своего сына привозил Тимошу сюда, в лагерь, он уже помнит. В прошлом году, значит, ошибся. И вот до поры до времени она лежала, а тут думаю, дай почитаю. Ну я вот кратко тут о чем. «История России при советской власти и история сопротивления советской власти с введением, излагающим предпосылки крушения исторической России и заключением, где кратко отмечены события и тенденции послесоветского времени, содержит хронологическую таблицу и указатель имен с биографическими данными, для курсов по истории России в высших учебных заведениях, для преподавателей в старших классах средних школ, для работников молодежных организаций и всех, кому важна отечественная история». Ну, соавторы, кроме Пушкарева, здесь Александров, Балмасов, Долинин, Цветков, Сурганов, Штамм, то есть коллектив целый. Ну, вы знаете, раньше история однобокая была, да? Советское время, помните, кто это учился? «Триумфальное шествие советской власти». «Триумфальное», я думаю, что там такого «Триумфального?» А когда уже перестройка-то началась, и до нас другое, другая информация стала доходить, понятно, что это означало «Триумфальное», то есть какой был «Красный херрор». Я помню тогда в школе, я же учился, уже перестройка началась, в конец 80-х, до 90-го учился, и там один из преподавателей говорил, что «Ну, вот во многом говорят, раскрывают там всякие вот архивы, документы, ну, вот не трогали бы Ленина». То есть напрямую преподаватель говорит, «Ты как святое, ну, не трогали бы его». Тронули, ну, еще не до конца пока, еще на площади труп лежит, да. Я просто хотел немножко зачитать здесь «Разгул красного террора». Немного, конечно, читать страшно, но это уже известные факты. Чтобы представить себе повседневный лик красного террора, приведем выдержки из следственных актов и судебно-медицинской экспертизы различных ведомств, как правительства Колчака, так и большевиков. Они относятся к Уралу и Сибири, но сотни страниц таких цитат можно привести по югу, северу и с западу. Труп номер один. Весь челюб полностью разбит, нижняя челюсть сломана. В нем Нина Константиновна Богданович и опознала своего мужа, Семена Павловича Богдановича. Труп номер два, три, четыре, пять. Ну, так вот перечисляется. Я просто подробно и времени не буду читать. Вот. «В отношении епископа Феофада имеется определенное сведение, что он после истязания был утоплен в проруби реки Каам. Другая цитата. «Одним из спавшихся обитателей баржи была подробно описана ужасная смерть несчастных заложников. Которых убивали по очереди топорами, ружьями и молотками. Экзекуция продолжалась всю ночь. Трупы замученных были брошены в камну. Была описана страшная мучительная смерть захваченных трассами на Уфимском фронте 26 чехов. Помните, белочеки, которых повезли через всю страну? Да, они восстали, кстати. Их беспребывно мучили три дня и три ночи. И потом топором отсекали отдельные члены в туловище, пока они не скончались страшных муков. В один из праздничных дней два пьяных красноармейца проходили мимо городской купальни, где купались дети. Один из красноармейцев стал хвастаться, что он, стреляя без промаха, доказательству же предложил застрелить купающегося мальчика. Затем к ужасу проходивших дорожан красноармейец действительно прицелился к купающемуся мальчика, выстрелил и убил его. Говорят о белом терроре. Это тоже имело место, но здесь вот авторы его, с авторами не так пишут, не так, что все-таки не было таких, знаете, захвата заложников массовой, как вот в красном терроре. А в чем, почему-то эти заложников захватывали, а потом даже казнили. Когда белое, ну кольцо было вообще вокруг Москвы, с юга там немножко, я вам скажу, Деникин наступал, с востока там Корчак, то есть где Москва, центральный район в конце концов все было охвачено. А потом, когда Красная Армия стала эти районы там белых освобождать, так скажем, и узнала, что население это многие, на стороне их было. Они их и кормили, там и поедли и так далее. А кто это делал, не раскрывает, они заложников и давай их убивать. Вот. По этому случаю такое было. У белых как было, что они, я как бы не защищаю их, вы не подумайте, тоже был террор, но они собирали войско на мор делали, а крестьяне-то не хотели идти. И тогда тоже там начинались и восстания в тылу убили. Вот. А здесь просто, видите, человек как демоны, которые вели себя таким образом, что всех могли поднести, в том числе и своих, которые не хотели за них быть. то есть там молотимка началась. То есть красный террор имел, конечно, более широкий разбал. Расстреливали тогда семь человек, в том числе служащие из отдела снабжения. Выступил комиссар Акулов и заявил, и заявил, что ему хочется сейчас попробовать свой браунин, убил из него первого из числа приговоренных. Затем вышел, кажется, коммунист заякен и, помахивая своей машинкой, прошу прощения, шашкой, отрубил в два приема другому приговоренному голову. Третий комиссар, не зная, чем бы отличиться своих товарищей, приказал следующему из осужденных рыть себе могилу. Могила оказалась слишком короткой. Когда схватив топор, кому не сотребил несчастного, многих помогли. То есть, каждый перед друг другом как бы жестокостью соревновались. И вот, мы как раз комментарии сейчас читали, что столько было разрушено, а такие были жестокости. За что, Господи, за что нам это, да? Это вопрос не я фермы это задал, и тогда уже, почему это так на земле произошло? Бог же попустил это быть. И вот эти, те же коммунисты, там, большевики, это же бывшие прихожане, как тут сестра сказала, мы только крышку, говорили, целовали. Они, что мы знали? Это когда Марцинковский ехал в поезд, профессор, проповедник, и с матросами такими встретился. Ну, матросы обычно в это время полупьяные или пьяные такие вот осилиз по стране, красноармейцы в том числе. И они там рассказывали, как издевались над кем-то там, над священником, а он говорит, так разве так в Евангелии написано? А не, что мы его читали, ответ мне, что только крышку целовали. Вот так. Ну, если будет желание, когда сам прочитаю, написано оно не в том стиле, как в советском время, естественно, а не стилизованное, а вот именно две России. Красное движение, белое движение и дальше движение сопротивления, то есть как бы параллельно такая идет. Что происходило у нас в советское время, что происходило, значит, с белыми эмигрантами, движение против коммунистов, большевиков, оно не превращалось. И в сталинское время, казалось бы, что там, там же Сталин, его аппарат всех задушил. Не тут-то было. Восстания были, крестьянские восстания, столько много восстаний, что в учебнике мы историю изучаем, там только верхушки касается. У нас в Сибири, в западной на Утаре были очень крупные восстания. Десятки тысяч участвовали. Ну, конечно, белые были во главе этих восстаний, они организовывали крестьян. А крестьяне, когда несколько месяцев прошло после переворота, они поняли, какая это власть. Поначалу крестьяне вообще были как бы не участвовали. В основном это рабочие же большевики шли, их все равно обманивали, что пролетариат, бьющая сила, диктатура пролетариата. А крестьяне-то потом поняли, кто они такие эти дредоеды. Ну вот и не было проповедей, в итоге выросли плевела, о чем мы и говорили. плевел вот этого учения, что всемирную революцию надо перекинуть на все страны, чтобы пролетариат везде восстал. Были попытки сделанных большевиков. Они пошли на Варшаву, но там поляки казались сильные, и пролетариат не восстал, мы дали там по зубам, ничего не получилось. Стали революции совершаться после 1917 года в Германии, в Венгрии, но там ненадолго. То есть Советские Республики поддержались небольшое время. То есть Сибирной революции, как Ленин хотел, не получилось. Он думал, что будет с СССР на весь мир. Об этом и историк военный пишет Суворов. его знаменитые книги о том, что Сталин первый хотел напасть в Германию. СССР вовсе не миролюбивая страна, как его составляли. У него об этом видно. То есть Союз Советско-Северсийский Республик в 1922 году был создан с той целью, чтобы постепенно коммунисты присоединяли все больше и больше территорий себе. Чтобы всем было хорошо, как они думали. Но все это было, конечно, ложная идея, это пледы, которые проносли. А на почве хорошие почвы. Раз евангельской почвы не было, то проносли другие идеи. Вот она и жестокость вылезла. Мне, чтобы знали, не только крышку целовали. Поэтому, когда мы в кране находимся, нам внимательно слушать, что читаем, а то вместо этого матросу вот так вот подобно будем говорить. Потому что они, что мы знаем, крышку целовали. То есть заложить не только надо на полочку книгу, а вот сердце заложить. Услышал, поверил, вспомнил. Ну, вопросы какие, дополнения? молитвы, 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 молитва. если ты в гневе, как ты вообще можешь что-то там вас восслать Богу? Значит, надо научиться увидеть себе этот гнев. Прийти в себя, как блудный сын, да? У Копылова есть песня, вот она поет там, значит, один человек был очень гневливый, и ему отец посоветовал, ты вот как только прогниваешься, забивай гвоздь в стол. И первые дни было это до 40 ударов вот забивал гвоздей, потом все меньше, 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 и пришло к тому, что он все, не стал забивать. И чтобы утвердиться в этом, теперь ты каждый гвоздь вытащи обратно. Вот так и излечился от гнева. Немного гвоздей вот так. Оригинальное лечение. Давайте я вам почитаю, какое нам предлагаем. Это заголовок детский бог или лечение от ненависти, а под заголовок очень личная колонка архимандрита Саввы, фамилия Мажуко. То есть его воспоминания. Какой замечательный был у меня друг. Молчаливый, сдержанный, печально строгий. Мы вместе учились в семинарии. Кажется, я его немного боялся, потому что он мне казался настоящим мудрецом. с темными непроницальными глазами. Что бы он ни делал, куда бы ни шел, у него в руках всегда было дебанкер. Аккуратная маленькая книжечка, которая удобно ложилась в карман кителя. У нас карманные. Помните, дом тоже положишь, везде возьмешь поездку. грузим картошку, моем полы, поем хоре. Как только освобождались руки, в ее ладошке тут же появлялась Евангелие, и мой товарищ погружался в чтение. Но чаще всего он просто держал его в руках. И мне это очень запомнилось, потому что как мы, верующие, смотрим на священный текст. Бережно, благоговеренно, трепетно. И вот этот темноглазый семинарист с лицом пионера-героя как-то поособому носил Евангелие, пальцами впивая синий переплет, и смотрел на него совсем удачи, будто боялся, что его выхватят из рук. Он не просто держал книгу в руках, он держался за нее, по-другому не скажешь. Однажды я очень осторожно спросил «Почему при тебе всегда Евангелие? Ты его просто из рук не выпускаешь?» Лечусь от нервности. Вот такой ответ, краткий и волнующий. Я, конечно, знал про его историю с пьющим отцом, который истязает маму, мучает братьев и сестренку, и как это тяжко простить, примириться, отвлечься. Не надо уточнять и переспрашивать, но этот неожиданный взгляд, как вспышка молнии, этот чистый огненный гнев, где-то на дне глаз, тлеющий годами. Прекрасный и всепожирающий, особенно когда ты знаешь, что по-человечески ты имеешь все основания перелезать горло мучительно. Как страшна и как обворожительна ненависть, как трудно противостоять ее пленительной красоте. кто может спастись от ее сладкого плена? С годами я понял. Бывают такие минуты, когда ничего не остается, как просто схватить руки Евангелия и не выпускать, не отпускать его от себя, держаться за него, потому что это последнее и самое верное лекарство от всеразрушающей и обезличивающей ловины ненависти. Ну, не только от ненависти. Известны случаи, когда пил один, запивался просто, ему посоветовал духовник, что читай Евангелие, как вот появится такое желание. И желание оно туда появлялось и тут же главу из Евангелия. Потом снова оно появлялось, аж не отступает рукам, и он снова главу из Евангелия. И это, конечно, труд большой доцелует, потому что искушение подходит. И так и любой грех, можно сказать, что-то подходит такое Евангелие, и это очищает душу. А еще пост, молитва, когда еще будет действие и средство. Так, дополниешь? Ну да, очень важно почему и заучить места Писания именно для себя, которые нужны против твоих грехов. которые уйдет. Но куда же скрыться от ненависти, если ты даже не знаешь, где она тебя достигнет? Ну и дальше история, опять же, возвращаясь после революционного времени, уже гражданской войны, читая о гонениях на верующих, 1922 год. Русский город Шуя, старинный, уютный, большевики принимают постановление провести в воскресном сомнении города процедуру изъятия церковных ценностей. Ну, здесь много я перескажу. Начался голод, спровоцированный самими же большевиками. Вот, согласно Пушкареву, около пяти миллионов погибших было. Точно, не точно, но там, установить уже точно. А большевики что сделали? Чтобы помочь голодающим, спровоцировали изъятие ценностей. И вот тут-то народ стал бунтовать, не просто бунтовать, а восставать за оружие браться. Вот тут-то искушение ненависти подошло. Наш патриарх Тихор, он призывал, убеждал, чтобы не делали никаких неподромов. То есть, его слово, он Слово Божие говорил, оно сдерживало. Ну, кого-то, знаете, сдерживало, кто-то нет, кто-то был верующий, кто-то нет, были же разные люди. Поэтому были погромы, восстания, и вот в этот город Шуя как раз пьяные красноармейцы пришли, заходили в храм с табаком, в шапку, в куражках, в алтарь проходят, все изымают, и тут ненависть народа. Но народ сдержался в тот момент, вот, и не пошли на кровопролитие. Ну, а дальше пошли уже процессы, о чем тут кратко пишется. Митрополит Вениамин, причисленный к Лигу Святых в Санкт-Петербурге, был расстрелян. То есть, он не призывал к восстанию, но он просто вел переговоры против, был, чтобы изымали таким способом ценности. Именно какой-то, как он, если не ошибаюсь, найти компромисс, то есть, надо помочь, но не так варварский Путин. И дальше уже пошли эти процессы в 22-й год. Это, в общем-то, начало, можно сказать, было конституционного ракерия. «Наши святители оказались верны Евангелию. Они поступили мудро, не как политики, как ученики Христова, потому что настоящая мудрость только там, где подлинная доброта. Святитель Тихон умолял церковный народ проявить терпение, не допускать кровопролития и озлобенности. Евангелие учебник доброты. Трудный учебник. Простой и трудный. Почему простой, а почему трудный? Вот так пишет вам, интересно писатель настоящий. Трудно порой исполнить, когда не отвергишься своей. Ну так охота обидчику как-то ответить. Что-то там сказали. А тем более на твоих глазах что-то совершается отход отомстить, кого-то убить, это вскипает или не вскипает? Защитить охота. Что, ты будешь смотреть, как обижают ближний, конечно. И что? А есть небесное учение, Господь говорит не убей. А это не слышат? Не слышат, к сожалению. Как сказать? Обстоятельства разные. Ни на мгновение нельзя нам убить. У них Натя Тихонович например было занятие по скайпу, он сказал ну ты ему защити ближнего, ты ему ногу поломай там. Ну как сказать, обезвредь его, не обязательно убить. Обязательно убить. Вот что, не обязательно остановить зло. Как-то так, я не знаю. У тебя как-то все вопросы зациклены. Мне этот вопрос, он очень не волнует. Очень важно. Вопрос этот волнует. Ну а почему нет-то? Я зачем в сует тогда ходил в армию служил, там. Сейчас давайте в армию вообще убьем фанат. Ну а как-то. Так, давайте я дочитаю детали, потом мы можем с тобой рассказать. Хоть подискутировать по поводу армии. Так, не на мгновение нельзя выпускать его, то есть Евангелие из рук и из памяти, сопротивляясь ненависти, злобе за всех сил. Пусть это и требует почти не человеческих усилий. Но если даже мы, христиане, не лечимся от злобы и ненависти, что станет с нашим замученным, зачумленным миром? Христос детский Бог. Он настанет доброты и учитель незлобия. Помните, он говорил, если не будете как дети, да? А что он не уверен, кстати? Что он не уверен? Расскажи, пожалуйста. быстро обращать, что ребенка наказал, а он все равно не идет. Не помнишь, кто он маленький ребенок? 2-3-5 лет. Я только до 2 лет его не ездил. Его доказали, что же хоть как. Через 5 минут тоже подходят с книжкой, с каким-то. Да. Не злобия. Не так, как в фильме «Нахаленок». Когда дед молился, бом касался, он бух, утюг в этот момент. А дед-то что, продрал хорошо? Ну, дедуля, если у тебя зубы выпадут, я тебя жевать не буду. Это уже «Нахаленок» испорчено. Ну, уже возраст может 10-12 лет. А маленький, как брат говорит, не злобивость его, кропость. Все равно к маме, к папе, к маме особенно. Хоть она и шлет, его можно. Только доброта делает богоподобным. Если выбор между добротой и справедливостью, будь со Христом. Останься с добротой, спаси себя и эту измученную землю от небаисти. Ну, рожденок, я тут со статьей, ну, вы совсем согласны? Хотя, я только чатик почитал, подискутирую. Я тоже не совсем. Моя сестра, что-то скажет. полностью. Чем согласны, чем не согласны? Пока не знаю, но что-то смущает. Что-то смущает. Рожденному свыше, для него вот эта ненависть, нет, борьба будет всю жизнь, понятно, но его не надо будет так бороться, как человеку, который невозрожден. Тот вообще будет в помрачении, да, а здесь ему будет помощь Божия. Поэтому я вот здесь не совсем согласен, что уж такое напряжение от ненависти надо отстать. Нет, ну, случай с семинаристом это понятен. Случай с семинаристом это понятно. У него на глазах отец что делал, да, и он в картину в памяти вот это все, и он ходил, конечно, тяготился, и Евангелие браво, и он успокаивал. Вообще это не только от ненависти лекарства, более расширить, если добавить от всего. Случай разный бывает, да, есть искушение ударить, и такое, да, но рожденный свыше, он если пал, он сразу же встает, что он грязь, все, он от него отмахивается, не будет он лежать, как свинья, яка свинья в крову, помните, в каноне сказали, ну как нехорошо сказали, но в каноне об этом говорится, покаянный, яка свинья в крову, так и я греху служу. Так что, ну, какие небольшие, кто-то еще может выскажите по поводу прочитанного? Ну, прочитан, я просто хочу стихотворение рассказать. Да, пожалуйста. Она общеизвестная такая, если кто увлекается из-за китаратуры. Такой был писатель, писатель Никитин Иван Старевич, и вот мне одно стихотворение понравилось, как у вас конструктивно про Евангелие. Она говорит, «Измученный жизнью суровой не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в черно-сжатой картине представлено Духом Святым, и мир существующий ныне, и Бог управляющий им, и сущего в мире значения причина и цели конец, и вечного Сына рождения, и креста тернов и мельца. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать в черепутилогии, из них для ума и души. Аминь. Где-то у меня тоже записано. Она опять с песнопелем. Я недавно стоял. Да. так, ну еще что, все закончили на этой ночи, евангельской ночи, не на военной только. с песнопелем. Аминь. 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 Субтитры Дорогой Господь, благодарим Тебя за это тихое мирное время, за эту возможность вникать в Слово Твое, в Святое Евангелие, в Вечное Евангелие. Слава Тебе! Изучать толкование Святых Отцов Церкви Твоей истинной. Слава Тебе! Благослови, Господи, нашего пастора, протерея Акима, сохрани его в пути. Добрый ангел хранитель, да сопутствует ему. Благослови, Господи, детей наших, братьев, сестер наших, меньших. Слово Твоё доселяется в них обильно, со всякой премудростью. Приготовь их сердца к слышанию Слова Твоего, к принятию, чтобы они услышали, поверили и исполнили. И нас, помил милости Твоей ради, благослови, Господи, всех болящих, братьев, сестер, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узлах за Слово Твоё, милующих, питающих нас, подающих нам милости. Тебе за всё хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Сын, и Святой Бог. Аминь. Аминь. Аминь.